Христос воскресе! Воистину воскресе! Сегодня на библейском портале «Экзогет» мы будем говорить о богословии воскресения Христова. В Евангелии от Луки, 24 глава, 46 стих сказано «Так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день». И мы рассмотрим богословские аспекты, почему Христу надлежало воскреснуть из мертвых. Во-первых, для того, чтобы засвидетельствовать о божественном правосудии, что последнее слово всегда будет сохраняться за Богом. Как бы люди не пытались бы шельмовать само это понятие правосудность, ибо суд есть дело Божие, и оно рано или поздно восторжествует над человеческими махинациями и шельмованиями. Действительно, человеческий суд не всегда справедлив, и даже чаще совсем не справедлив. И история рода человеческого, она это показывает, обнаруживает и свидетельствует об этом. «Невинный был осужден на смерть», но в Евангелии от Луки 1, 52 мы находим слова «Низложил сильных с престолов и вознес смиренных». То есть Бог опрокидывает решение суда еврейского Синедриона, и Бог опрокидывает решение суда прокуратора Понтия Пилата. «И Христос воскрес. Человеческая правосудность ложная, лицемерная или лицеприятная, она опрокидывается и торжествует жизнь». Это обстоятельство вдыхает надежду в сердца многих людей, которые несправедливо пострадали, несправедливо подвергались гонениям и даже самой смерти. И рано или поздно вот эта высшая правда, она восторжествует над всеми формами человеческой лживой правосудности. И когда мы молимся и просим Господа, чтобы воля Его была, «Яко на небеси и на земли», мы просим и о том, чтобы рано или поздно любые формы человеческого правления, они прекратили бы свое существование, и теократический порядок Бога восторжествовал бы. «И, коль скоро Христос из любви и покорности Богу Отцу смирил себя даже до смерти и смерти крестной, ему подобало быть вознесенным небесным Отцом в воскресенье и в славе». И в Псалом 138, второй стих, мы находим такие слова. «Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю». Здесь как бы говорится, по твоему предписанию я претерпел поношение и страсти и был прославлен в воскресенье. Но эти слова не относятся и к каждому верующему человеку. Если нас подвергают несправедливой клевете, нападкам со стороны людей этого мира, нападкам со стороны лжебратья, мы должны знать, «Последнее слово, оно сохраняется не за человеческим судом Синедрионом, не за политическими лидерами типа Понтия Пилата. Последнее слово сохраняется за Богом». И когда Христос воскреснул, власть, приговорившая Его к смерти, позорно была опрокинута. Вторая причина, почему важно было Христу воскреснуть из мертвых, это было необходимо для наставления нас самих вере в Божество Христа Иисуса. И через Его воскресение, эта вера в Божество Христа Иисуса, она укрепилась в народе Божьем. И в Писании сказано, «Хотя он и распит в немощи, но жив силою Божию». Это второе послание Коринфянам, 13 глава, 4 стих. И также в Священном Писании сказано, «А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера наша». 1 Коринфянам, 15 глава, 14 стих. И еще, «Что пользы в крови моей, то есть в пролитой мною крови, когда я сойду в могилу?» Это Псалом, 29, 10. «Но Христос воскрес, и силой его крови мы искуплены от власти греха, от власти дьявола и от власти страха смерти». Как бы нам говорится, «Ибо если я не воскресну, если тело мое обратится в прах, то я никого не наставлю и никого не избавлю своими страданиями и своей кончиной». Это как бы говорится от имени Христа. И, как я часто объясняю, когда Христос умер на кресте, то его враги и его друзья стали ждать, примет ли Бог Отец эту жертву или нет. И когда Бог Отец на третий день воскресил своего Сына, сам Сын силой ипостасного божества, действием Духа Святаго, восстал из гроба, это было свидетельство о том, что жертва за наши грехи и преступления принята. Он умер за наши грехи и воскрес для нашего оправдания. И третья богословская причина, почему важно было Христу воскреснуть – это было необходимо для воздвижения и усиления нашей надежды. поскольку созерцая очами веры воскресения Христа, а он есть глава наша и воскрес, мы чаем, что воскреснем и мы сами. Как и говорится в Библии, сначала Христос, как первенец из мертвых, потом Христовы. И сказано, если же о Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то как некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых? Это 1 Коринфянам 15-12. Он победил смерть в нашем человеческом теле, потому что Он был не только истинный Бог, но и истинный человек. И Он одержал эту победу нас ради человека и нашего ради спасения, в том числе для каждого из нас, чтобы мы пережили радость чуда собственного воскресения. Сначала духовного в этой земной жизни до момента физической смерти, а потом и телесного воскресения в день воскресения всех умерших. И в книге Иова 19-я глава 25-й и 27-й стих сказано «А я знаю», то есть как бы Иов говорит «уверен, искупитель мой», «Христос жив, воскреснув из мертвых», как бы так рассуждает и Он. «И Он, то есть Христос, в последний день восставит меня из праха, надежда сия пребывает в груди моей». И есть четвертое богословское обоснование необходимости воскресения Христова для того, чтобы жизнь верующих была бы всецело обновленной. И мы читаем об этом в Писании «Как Христос воскрес из мертвых славы Отца, так и нам ходить в обновленной жизни». То есть здесь прежде всего говорится о духовном воскресении, которое мы переживаем до момента нашей физической смерти, чтобы уже в этой жизни ходить в обновленной жизни. Таким образом, спасение в церковном понимании совершается не де юре, а де факто. когда мы переживаем воскресение для новой жизни во Христе и со Христом еще до момента нашей физической смерти, чтобы ходить в обновленной жизни. И как следствие этого мы переживем и телесное воскресение в славу спасаемых чад Божьих. И так же здесь говорится, это послание к римлянам, шестая глава, «Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает, так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога». Вот что значит ходить в обновленной жизни. Это означает носить в сердце своем мертвость Иисуса Христа, о чем рассуждает апостол Павел, ко греху. Чудо воскресения Христова – это возможность для Бога смертью Сына Своего попрать нашу моральную и нравственную смерть в этой жизни и даровать нам вечное бытие в теле, в момент и воскрешения нашего тела. Есть пятая причина, почему важно было Христу воскреснуть. Для завершения дела нашего спасения Он претерпел зло смерти ради, чтобы вкусить эту, испить эту чашу до самого конца, до самого дна, дабы освободить нас для жизни в Боге и с Богом. Он был прославлен в воскресение ради того, чтобы вдохновлять нас к подлинному добру, к подлинной благости. Он умершвляет смерть нравственную, моральную в наших душах. Как и сказано, предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Послание к римлянам 4, 25. Теперь мы попытаемся понять с богословской точки зрения, почему смерть тела Сына Божия обеспечивает для нас столько множества благ и преимуществ. Во-первых, давайте вспомним, что тело в нашей жизни, в жизни верующих людей, это инструмент исправления нашей души. Но Христос имел тело не для исправления своей души, которая была божественно чиста, а Он имел тело для исправления наших душ. И оно становится приношением за наши грехи и инструментом исправления внутреннего мира каждого из нас. А чудо Его плотского воскресения обеспечивает для нас не только для наших душ, но и для наших телес причастность к вечной жизни в Боге и с Богом, которая, начавшись в этой временной жизни, когда мы обращаемся ко Христу, она уже не прекращается никогда. В древности иудеи приносили в жертву агнцев и тельцов, и они уповали на то, что в некоторых случаях эта жертва будет заместительная, и она избавит их от божественных проклятий и наказаний за содеянные грехи. Но кровь агнцев и тельцов никого не могла довести до совершенства. Она только указывала символически на ту совершенную жертву плоти Сына Божия, в которой в этой жертве мы обретаем как величайшем и вселенском инструменте исправления мира всецелое очищение от власти греха дьявола и страха смерти. Христос умер, но Он и воскрес. Он умер за наши грехи и воскрес для нашего оправдания. И мы исповедуем, что это необходимо для нас. Воскреснув, Он провозгласил, что последнее слово сохраняется не за человеческим судом, а за Богом, который установит абсолютный свой теократический порядок. Также воскреснув, Он наставляет нас вере в Него как в истинного Бога, который воскресает не только по воле Бога Отца, но и силой собственного ипостастного Божества. В-третьих, для усиления нашей христианской надежды, как сказано, а в надежде мы спасены. В-четвертых, для того, чтобы наставить нас в начатках новой жизни, дабы ходить в обновленной жизни, как Христос воскреснув, Он жил жизнью Божественной, пребывая в теле, и Его душа, она просияла светом Божества. В-пятых, как мы говорили только что, чтобы завершить всецелое дело восстановления человека. Потому что Бог создал нас не для смерти, а для жизни. Будем помнить об этом и уповать на это. Христос воскресе! Воистину воскресе! Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Божество!